Мы молились об этом, мы надеялись на это, мы ждали этого, но теперь только требуется быть устойчивыми в своей идентичности праведности. И я говорю вам, вы будете править в жизни как царь, вы будете царствовать, царствовать через эту праведность, вы будете править, аллилуйя! Вы будете править над болезнью, вы будете править над немощью, вы будете править над нехваткой, вы будете править над обманом, вы будете править над всем, над чем надо править. Потому что теперь здесь цари, теперь здесь праведность Божья. Здесь те, кто ходит во всей полноте незаслуженного благоволения. А сейчас давайте присоединимся к Рефлодоллару и послушаем сегодняшнее послание. Что-то началось. Слава Богу, если получится. Аллилуйя, Иисус Христос. Слава Богу. Но основа всего вот что. Писание говорит, приемлющее обилие благодати. Так, посмотрим, что у нас тут. Приемлющее обилие благодати. И идем дальше. То тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни. В расширенном переводе сказано «Буду царствовать как короли». Следите за ходом моей мысли. Дар благодати плюс дар праведности. Смотрите. Примите изобилие благодати и примите дар праведности. И вот каков план врага. Он говорит, «Я знаю, что изобилие благодати, изобилие благоволения были приготовлены для вас, праведных по вере». Вот как я помешаю вам принять изобилие незаслужного благоволения. Я помешаю вам принять дар праведности. А в чем суть дара праведности? Вы принимаете истину о том, что стали праведны перед Богом не от своих дел. Вы принимаете истину о том, что стали праведны перед Богом не от своих дел. Вы пришли и стали участником Нового Завета, в котором Бог говорит, «Я буду милостив к неправдам вашим, и грехов, и беззаконий ваших не воспомяну более». Вы утвердили эту истину в своем мышлении, в своем общении, утвердили в своей жизни, «Я был сделан праведным без моих дел». Таким образом, враг будет использовать всякую возможность, чтобы припомнить вам ваши неудачи. Он будет использовать ваши неудачи так, чтобы вы больше уже не чувствовали себя праведным. Он будет раздувать ваши неудачи и побуждать вернуться к тому, чтобы вы свою праведность измеряли своими достижениями, чтобы вы измеряли ее своим поведением. Дамы и господа, я не знаю, как обстоит дело у вас, но мне кажется, что вся церковь в Соединенных Штатах Америки измеряет свою праведность поведением. Некоторые люди пришли сегодня в церковь, чтобы исполнить часть своей меры праведности. Вы подумайте, что я имею в виду под измерением. Вы измеряете свою праведность своим поведением. Достаточно ли я молился? Достаточно ли я читал Слово Божье? Достаточно ли я спел песен? Достаточно ли я делаю? Теперь вы пытаетесь утверждать, что основа вашей праведности — это то, заработали ли вы ее. Ее основа — то, что вы делаете. Ваши дела. Вы сделали основой своей праведности свои усилия, свои достижения. А каким образом вы это выражаете? Потому что, не делая всего этого, вы уже не ощущаете себя праведным. Ведь вы основываете свою праведность на том, что вы делаете для Иисуса. Вместо того, чтобы знать, что основа вашей праведности — это то, что Иисус уже сделал для вас. Брат Доллар, не знаю, не знаю. Ну да, понятно. Понятно. У меня есть желание спросить, что вы делали вчера вечером? И чего вы хотите сегодня добиться своими достижениями? Вы делаете это ради хороших ощущений? Ради того, чтобы выйти отсюда, чувствуя, что угодили Богу? Что вы пытаетесь делать? Зарабатывать очки у Бога? Неужели вы думаете, что ваши дела каким-то образом могут повлиять на Бога? Если бы это было так, тогда Иисусу не надо было отдавать свою жизнь и проливать свою кровь ради кого-то, кто сможет и сам всего достичь. Суть в том, что сами мы ничего сделать не смогли бы. Нет в нас с вами ничего, посредством чего мы могли бы всего достичь сами. Вот поэтому вам и было необходимо, чтобы к вам пришел Спаситель и спас вас. Еще до основания мира, Бог Отец ясно сказал Своему Сыну, «Вот Твое дело, Сын, спасти народ Твой от грехов Твоих». Вот Твое дело. И Иисус Своё дело исполнил. Но каким-то образом мы продолжаем позволять врагу играть в игры с нашим разумом. У нас в голове происходит борьба, и враг сеет семена сомнения в нашу жизнь. Он говорит, «Если я повлияю на Твое мышление, я повлияю на Твою жизнь». Если я внесу смятение в Твое мышление, я внесу его в Твою жизнь. Если я внесу смятение в Твое мышление, я смогу навредить Твоему телу. Если я внесу смятение в Твое мышление, я смогу испортить Твои отношения. Если я внесу смятение в Твое мышление, я смогу навредить Твоим финансам. И если я внесу смятение в Твое мышление, я смогу посеять сомнения в Твоей праведности. Я смогу сделать так, что Ты не будешь принимать все обилие незаслуженной благодати, если смогу внести замешательство в Твое мышление. Если Ты позволишь мне вмешиваться в Твое мышление, то я буду контролировать Тебя. Я буду использовать Тебя. Я буду изматывать Тебя, потому что ты не понимаешь, что у тебя есть, и ты настолько глуп, что слушаешь меня. Он говорит, я не настолько глуп, чтобы слушать самого себя, а вы сидите и слушайте врага. Ну, так что дьявол сказал вам сегодня? Только так он и может действовать против христиан, если они будут слушать его. А дьявол пытался проделать такое с Иисусом? Да, пытался, и делал это маскируясь, хитро. Бог сказал в Евангелии от Иоанна, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И вот к Иисусу приходит дьявол и говорит, «Ты веришь, что ты Сын Божий?» Он убрал эту часть, возлюбленный. Потому что если вы понимаете, что вы любимы Богом, искушение не будет успешно в жизни человека, понимающего, что он любим Богом. Поэтому первое, что решил дьявол... Пойду, поговорю с ним. Но не буду обращаться к нему, как к возлюбленному Богом. Я и не верю, что он любим Богом. Скажи, чтобы камни си сделались хлебами. Ты ведь голоден? Если ты Сын Божий, вот что делает дьявол. Испытывает его идентичность. Это он делает каждый день и с нами. Испытывает нашу идентичность. Моя идентичность к праведности. Дьявол проверяет вас. Какой же ты праведный после того, что сделал вчера вечером? И мы оба знаем, потому что мы оба были там. Ваша праведность подвергается атаке. Атаке со стороны дьявола. А вы продолжаете позволять ему это делать. Потому что религия научила вас. Так как же я могу быть праведным после того, как подвел Бога? Не могу я быть праведным после того, как подвел Бога. Я грязный. Я грязный. Да, вы всегда были грязным. Но пришел Иисус и убрал всю вашу грязь. И теперь, каким бы вы ни были, Бог больше не смотрит на вас сквозь вашу грязь. Он смотрит на вас через кровь своего Сына и Иисуса Христа. Но вы продолжаете позволять атакам приходить. Вместо того, чтобы сказать, «Боже, я потерпел неудачу». Это было плохое решение. Но я так благодарен тебе за кровь Иисуса. Благодарю тебя за то, что ты простил меня еще до того, как я сделал это. Боже, спасибо тебе за кровь Иисуса. Боже, я благодарю тебя за то, что я правден перед тобой. Я был правден перед Богом сразу же после того, как потерпел неудачу. Я был правден перед Богом в то время, когда это происходило. Но, конечно, это не согласуется с вашей религией, потому что ваша религия научила вас, что вы имеете какое-то отношение к тому, что были сделаны праведным. И пока вы думаете, что вы имеете какое-то отношение к своей праведности, то вы будете думать, что имеете отношение к ее реализации в жизни. А Бог говорит вам, не говори со мной обо всех своих грехах, не говори со мной обо всех своих провалах и недостатках, а просто прими мой дар. Видите вот этого брата, который здесь сидит? Пастор, я понимаю, о чем вы хотите сказать, но я не заслужил 100 долларов. Не заслужил я эти деньги. Давайте я немного расскажу вам. Я старался быть хорошим. Не то, чтобы я не старался. Если вам честно сказать, вообще-то я хочу быть честным все время. Вы хотите услышать истину? Хотите услышать? Я совсем недавно был в ночном клубе. Я, конечно, вижу, как вы рады, как Дух Божий действует через вашу проповедь, но просто я не могу принять от вас эти 100 долларов. Мне не нужны. Нужны. Бог видит, как я нуждаюсь в них. Но просто я их не заслуживаю. Я бы тогда сказал, замолчите. И просто примите деньги. Бог все это слышать не хочет. Вы что, думаете, что он ничего этого не знал? Вы думаете, что Бог нуждается в вашей лекции, чтобы понять, что вы потерпели неудачу? Примите дар. Примите дар. Бог знает неизмеримо больше нас. Мы все время пытаемся представить себе, каким будет конец события. К примеру, горошина. Что меньше горошины? Пылинка. Что меньше пылинки? Молекула. А дальше там идут атомы. Элементарные частицы. Разве вы не знаете? Разве вы не знаете, что Бог в своей бесконечной мудрости знает, что Он делает? Разве вы не понимаете, что это Бог послал Иисуса умереть за ваши грехи? Если Бог дает вам дар, то разве вы не понимаете, что должны принять Его? Потому что ваша проблема в том, что вы пытаетесь остановить свое неправильное поведение. А Бог говорит, это легко понять. Просто прими мой дар. Начните видеть себя праведным. И тогда из своей идентичности вы дадите рождение праведным поступкам. Начните видеть себя праведным. И тогда из своей идентичности вы принесете плод. Вы пытаетесь дать рождение чему-то, не имея корня, который принесет этот плод. А Бог вам объясняет, что вы ставите телегу впереди лошади. Примите дар. Поверьте в этот дар. Живите и действуйте, как обладающий этим даром. И вот тогда вы дадите рождение всему тому, что вы пытаетесь делать до получения дара. Сначала примите дар. Сначала примите праведность по вере, а уже потом последует плод. Не надо говорить, как я могу быть праведным после того, что я сделал. Вы это делаете, потому что не приняли дар праведности. Вы это делаете, потому что по-прежнему считаете, я не достоин, я не заслужил. Нет, нет, нет. Вы должны изменить свою идентичность. Я праведен перед Богом. И вот тогда родится что-то иное. Но вы не понимаете, пастор, что я делаю. Нет, нет, нет. Мы все понимаем причину. А причина эта в том, что у вас неправильный корень. Примите дар праведности. Не смотрите на все, что вы сделали, на все, что произошло. Примите дар праведности. А что будет, когда я приму дар праведности? Изобилие незаслуженного благоволения. Изобилие незаслуженного благоволения. Мы же пытались получить изобилие незаслуженного благоволения, не решив вопрос нашей идентичностью. Я сделал праведным через дела, которые совершил Иисус, а не через дела, которые совершаю я. Повернитесь к сидящему рядом и скажите, суть не в вас. Суть в Иисусе. Пожалуйста, скажите мне, что вы все это понимаете. Я осмелюсь сказать, что эта проповедь самая важная из всех, что я произносил в своей жизни. Потому что это основание. Это основание, которое позволит славе Божьей посетить ваш дом. А что такое слава Божья? Это изобилие проявленного благоволения Божьего. Это изобилие проявленных даров Божьих. Это изобилие проявлений Божьего Слова и Божьего присутствия. А где мы находимся сейчас? Сейчас мы находимся в месте, где проявление славы Божьей откроется в нашей жизни. По-моему, вы не вполне услышали, что я говорю. Запомните. Запомните, что я сказал. Я еще к этому вернусь. Но не думаю, что вы поняли сказанное мною. Я говорю не о том, что произойдет когда-то в будущем. На основании того, что я принял в свой дух, я говорю вам, мы достигли переломного момента. Мы достигли переломного момента. И на основании вашей идентичности праведного перед Богом по вере, при том, что вы будете утверждены в этом, я вижу гигантские духовные изменения, которые произойдут в вашей жизни. во всей вашей жизни. И вот, бам! И проявилось исцеление. Потом, бам! Я говорю вам, я испытал это вчера. Я сейчас говорю не о действии моей веры. Я говорю о проявлении. Я видел его. Вот оно. Мы молились об этом. Мы надеялись на это. Мы ждали этого. Но теперь только требуется быть устойчивыми в своей идентичности праведности. И я говорю вам, вы будете править в жизни как царь. Вы будете царствовать. Царствовать через эту праведность. Вы будете править. Вы будете править. Аллилуйя. Вы будете править над болезнью. Вы будете править над немощью. Вы будете править над нехваткой. Вы будете править над обманом. Вы будете править над всем. Над чем надо править. Потому что теперь здесь цари. Теперь здесь праведность Божья. Здесь те, кто ходит во всей полноте незаслуженного благоволения. Пусть на вас не действует то, что вы видите. Пусть на вас не действует то, что происходит. Не позволяйте тому, что делают ваши дети, беспокоить вас. Бог продолжает работать над вашими детьми. Будут проявления славы Божьей. Ваши дети возвращаются туда, куда Бог призвал их. Просто оставайтесь непоколебимыми в своей праведности. Оставайтесь устойчивыми. И дады ганды лабошакал. Да. У-у-у. У-у-у-у-у. Кэлла банды лабошакалалаба. Да, самое время смеяться. Самое время воздавать хвалу Богу. Самое время благодарить Бога. Самое время воздавать Богу хвалу. Слава, слава Божья приближается. Слава Божья совсем рядом. Аллилуйя. 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 Пока вы стоите, повернитесь к двум рядом стоящим людям и скажите, «Больше ни одного дня в своей жизни я не буду банкротом». Слава, слава банды лабошакалаба. Слава, слава банды лабошакалаба. Спасибо, Господь! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! О, слава Богу! Боже, спасибо тебе за твою славу! Спасибо за твою славу! Спасибо за твою славу. Спасибо за твою славу. Спасибо за твою славу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну вот наставление. Принятие изобилия незаслуженного благоволения и принятие дара праведности позиционирует вас как царя, который будет царствовать и править в жизни посредством или по причине единого Иисуса Христа. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдую одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека, скажите это, всем человеком осуждение, так правдую одного всем...» Давайте поговорим об этом, а потом я дам вам наставление, которое Дух Божий дал мне. Итак, преступлением одного человека, Адама, сделались многие грешными. Это значит, что каждый когда-либо рожденный человек рождается грешником. Это относится ко всем рожденным людям. Скажите, Какое мы имеем отношение, какова наша роль, каково наше участие в том, что мы сделали с грешными? Никакого. Я для этого ничего не сделал. Скажите, ничего. Я просто был рожден. Я был рожден в то, что уже существовало по причине того, что сделал один человек. Однако, сделано это было не моим действием, или вашим. Поскольку вы грешник, имеющий греховную природу, то когда вы сделали что-то благородное, достойное и праведное, это отменило ваш статус грешника? Вы все равно оставались грешником, хотя и сделали праведные поступки. Скажите честно, когда вы еще были грешником, до того, как вы родились свыше, исповедовали Иисуса Господом и Спасителем своей жизни, вы помните, чтобы вы делали праведные поступки? Я приведу вам один из них. Вы пришли в церковь. Но разве это отменило ваш статус? Вы ведь все равно были грешником, правильно? Потому что в вас по-прежнему оставался корень грешника, и вы могли производить только плод греха. Как бы вы ни старались, вы не могли принести праведный плод, потому что вам не давал этого делать корень неправедности. Вы все согласны в этом? Подобным же образом, как по вине одного человека наступила эра греха, так и через одного человека, Иисуса Христа, мы были что? Сделаны праведными. Мы сами стали праведными? Нет, потому что если мы стали праведными, то имеем в этом какую-то часть. Мы были что? А кто сделал нас праведными? Посредством одного человека, Иисуса, мы были сделаны праведными. Преступлением одного человека мы все сделались грешниками. Готовясь к проповеди, я размышлял вот о чем. После того, как я был сделан грешником, я ничего не мог сделать для того, чтобы отменить этот статус. Пожалуйста, правильно поймите то, что я говорю в контексте. Я имею в виду, без Иисуса я ничего не мог сделать, чтобы изменить статус грешника. Я был увязшим в статусе грешника. Если бы не Иисус, я и по сей день оставался бы в статусе грешника. Я ничего не мог сделать, чтобы избавиться от того, кем я был сделан. Но когда пришел Иисус, и вот что Он сделал. Он сказал, «Я сделаю тебя праведным». А когда я сделаю тебя праведным, то ты таким и останешься. Вы слышите, что я говорю? Так вы все еще думаете, что можете это изменить? Давайте я спрошу вас. Что вы сделали? Что вы сделали? Послушайте меня внимательно. Какое собственное действие вы сделали для того, чтобы сделаться праведным, кроме того, что вы уверовали в Иисуса и приняли Его? Никакого. Скажите, никакого. Как вы были сделаны праведным? Через Иисуса. Я принял Иисуса. А когда я принял Иисуса, Он сделал меня праведным. Если вы ничего не сделали для того, чтобы быть праведным, то что, по-вашему, вы можете сделать, чтобы перестать им быть? Вы что думаете? А я задаю этот вопрос, потому что снова и снова слышу такие фразы. Многие говорят, что ваши грехи отменяют вашу праведность. Именно благодаря этому враг и смог добиться большого успеха. Однако, истина в том, что вы ничего не можете из своего набора действий сделать, что отменило бы вашу праведность. Даже согрешив, вы остаетесь праведным перед Богом. И вот что я хочу сказать. Чистым — все чисто. Но будут и такие люди, которые, услышав это послание, поскольку у них нечистое сердце и совесть их отягощена грехом, они скажут, «Слава Богу! Поскольку я был сделан праведным, теперь я могу беспрепятственно грешить?» Нет, вы не поняли. Дело в том, что после того, как вы поверите в то, что праведность — это ваша идентичность, то не будет все так просто. «Пойду и согрешу», потому что у вас корень, который не производит плод греха. «Приятие изобилия, незаслуженного благоволения и принятие дара праведности позиционирует вас как царя, который будет царствовать и править в жизни посредством или по причине единого Иисуса Христа. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдою одного всем человеком оправдания к жизни». «Ибо как непослушанием одного человека, скажите это, всем человеком осуждения, так правдою одного всем...» Что? Давайте поговорим об этом, и потом я дам вам наставление, которое Дух Божий дал мне. «Итак, преступлением одного человека, Адама, сделались многие грешными». Это значит, что каждый когда-либо рожденный человек рождается грешником. Это относится ко всем рожденным людям. Скажите, какое мы имеем отношение, какова наша роль, каково наше участие в том, что мы сделались грешными? Никакого. Я для этого ничего не сделал. Скажите, ничего. Я просто был рожден. Я был рожден в то, что уже существовало по причине того, что сделал один человек. Однако сделано это было не моим действием или вашим. Поскольку вы грешник, имеющий греховную природу, то когда вы сделали что-то благородное, достойное и праведное, это отменило ваш статус грешника, вы все равно оставались грешником, хотя и сделали праведные поступки. Скажите честно, когда вы еще были грешником, до того, как вы родились свыше и исповедали Иисуса Господу, и спасителем своей жизни. Вы помните, чтобы вы делали праведные поступки? Я приведу вам один из них. Вы пришли в церковь. Но разве это отменило ваш статус? Вы ведь все равно были грешником. Правильно? Потому что в вас по-прежнему оставался корень грешника, и вы могли производить только плод греха. Как бы вы ни старались, вы не могли принести праведный плод, потому что вам не давал этого делать в корень неправедности. Мы все согласны в этом? Подобным же образом, как по вине одного человека наступила эра греха, так и через одного человека Иисуса Христа мы были что? Сделаны праведными. Мы сами стали праведными? Нет, потому что если мы стали праведными, то имеем в этом какую-то часть. Мы были что? А кто сделал нас праведными? Посредством одного человека Иисуса мы были сделаны праведными. Преступлением одного человека мы все сделались грешниками. Готовясь к проповеди, я размышлял вот о чем. После того, как я был сделан грешником, я ничего не мог сделать для того, чтобы отменить этот статус. Пожалуйста, правильно поймите то, что я говорю в контексте. Я имею в виду, без Иисуса я ничего не мог сделать, чтобы изменить статус грешника. Я был увязшим в статусе грешника. Если бы не Иисус, я и по сей день оставался бы в статусе грешника. Я ничего не мог сделать, чтобы избавиться от того, кем я был сделан. Но когда пришел Иисус, и вот что Он сделал. Он сказал, «Я сделаю тебя праведным». А когда я сделаю тебя праведным, то ты таким и останешься. Вы слышите, что я говорю? Так вы все еще думаете, что можете это изменить? Давайте я спрошу вас, что вы сделали? Что вы сделали? Послушайте меня внимательно. Какое собственное действие вы сделали для того, чтобы сделаться праведным, кроме того, что вы уверовали в Иисуса и приняли Его? Никакого. Скажите, никакого. Как вы были сделаны праведным? Через Иисуса. Я принял Иисуса, а когда я принял Иисуса, Он сделал меня праведным. «Если вы ничего не сделали для того, чтобы быть праведным, то что, по-вашему, вы можете сделать, чтобы перестать им быть?» Вы что думаете? А я задаю этот вопрос, потому что снова и снова слышу такие фразы. Многие говорят, что ваши грехи отменяют вашу праведность. Именно благодаря этому враг и смог добиться большого успеха. Однако истина в том, что вы ничего не можете из своего набора действий сделать, что отменило бы вашу праведность. Даже согрешив, вы остаетесь праведным перед Богом. И вот, что я хочу сказать. Чистым все чисто. Но будут и такие люди, которые, услышав это послание, поскольку у них нечистое сердце и совесть их отягощена грехом, они скажут, «Слава Богу! Поскольку я был сделан праведным, теперь я могу беспрепятственно грешить». Нет, вы не поняли. Дело в том, что после того, как вы поверите в то, что праведность — это ваша идентичность, то не будет все так просто. «Пойду и согрешу», потому что в вас корень, который не производит плод греха. Таким образом, вы пытаетесь быть каким-то неправильным деревом. Вы были плохим деревом, когда у вас был плохой корень. Но того корня уже нет. Помните пример про скаковую лошадь? Вы можете взять мула и кормить его, как скаковую лошадь, заплетать ему гриву, как у скаковой лошади. Но когда вы его выставите на скачке и прозвучит стартовый выстрел, он поведет себя, как мул, потому что такова его природа. Он всегда будет возвращаться к своей природе. Вы можете делать так, как делают христиане. Приходить в церковь, носить большую шляпу. Вы можете говорить «Аллилуйя!» и петь песни в церкви. Но если вы внутри по-прежнему грешник, то очень скоро мы увидим вашу истинную природу. Но когда ваша истинная природа — праведность, то не пройдет много времени, и мы увидим настоящий плод этой праведности. У вас были постоянные сомнения. Происходила внутренняя борьба многие годы. Но как же я могу быть праведным после того, как подвел Бога? Я отвечу на этот вопрос благодаря крови Иисуса. Как вы можете быть праведным, если подводите Бога? Благодаря крови Иисуса. Вот что еще говорит человек, чье сознание отягощено грехом. Так вы хотите сказать, что даже согрешив, я остаюсь праведным? Вы по-прежнему не понимаете. Вы пытаетесь произвести плод неправедности, не понимая, что у вас новый корень — праведности. А грех не является целью этого нового корня праведности. Примите дар. Примите его как свою идентичность. И не беспокойтесь о том, насколько много вы будете грешить, поскольку желаний грешить у вас не будет. До того, как вы были сделаны праведным, у вас была грешная природа. И делая грех, вы хорошо проводили время. Но теперь вы никуда не ходите без Бога. Послание к Евреям 13.5 «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что повсюду, куда вы ходите грешить с праведностью и Богом в вас, Он ходит туда с вами. Вы думаете, что после того, как Иисус пролил свою кровь, побывал в аду, после того, как Его избивали, в том числе и плеткой с железными наконечниками, вы думаете, что Он позволит какому-то алкоголю украсть вас у Него? Позволит какой-то траве украсть вас у Него? Просто позволит какой-то женщине украсть вас у Него? Люди говорят так, «Раз ты согрешил, то Дух Божий уже не с тобой». О, нет, наоборот. Дух Святой сделал вас вложение. Вы понимаете, о чем я говорю? И когда вы согрешите, Он останется прямо там, с вами, чтобы посредством советов вытащить вас из трясины. Он не оставит вас. Он будет там, с вами. Он будет побуждать вас. Он будет говорить с вами. Он будет говорить с вами через вывески, плакаты, через песни. Нет, Он вас не отпустит. А именно тогда начнет действовать. Писание говорит, что Его дело спасать вас. И когда вы пойдете в ненужные места делать глупости, Иисус начнет делать свою работу, спасать вас. Он никогда не оставит вас, никогда не покинет. Он останется с вами, а вы останетесь с Ним. Я знаю, что много раз говорил это, и скажу снова, Он останется с вами, а вы останетесь с Ним. Вы что, думаете, пойдете туда и поступите неправильно, и сюда, и поступите нелепо, и после этого Бог скажет, «Хватит, больше мне до тебя нет дела, я больше не буду спасать тебя». Вы думаете, Бог так скажет? Нет. Когда вы делаете самый наиглупейший поступок, который можете себе представить, Иисус Духом Святым по-прежнему с вами. Он по-прежнему с вами. В момент совершения вами действия Он говорит вам, «Тебе же это не нравится? Не так хорошо, как ты думал, а? О, нет. Потому что то, что ты получил от меня, лучше. И у меня есть намного больше. Не забывай об этом. Намного больше. Ты делаешь это, но у меня есть для тебя намного больше, намного лучше. Такова любовь Божья. Я так рад оставаться с Ним. Аллилуйя. Я так рад оставаться с Иисусом. Таким образом, проблема всегда была. У меня плохое поведение. Господь работает над ним. Он работает над вашим поведением. Да, оно у вас было глупым, но Святой Бог работает над вашим глупым поведением, и ваше поведение будет менее глупым. С вами все будет хорошо, потому что через некоторое время вы устанете сами от себя. Осознав, что вы праведный, вы скажете, «Я праведен перед Богом, и потому очень устал вести себя глупо». «Я праведен перед Богом, и я устал поддаваться стрессу. Я не буду бояться, что бы ни было. Что будет, то и будет. Я не буду жить в страхе. Я праведен перед Богом. Хотите выселить меня? Выселяйте. Я праведен перед Богом, и не буду так больше делать. Я устал от этого, и больше этого не делаю». Скажите громко, «Я праведен перед Богом, по вере в Иисуса Христа, и Его дела, а не в Мои. Я праведен не через свои дела. Я праведен не через свое поведение. Я праведен не через исполнение требований закона Моисеева. Я праведен благодаря Иисусу, который сделал меня праведным. И я праведен по вере в Иисуса Христа, и благодаря Его делам, а не моим». Аплодисменты! «Четыре вещи мы должны делать. Четыре вещи, на которых я советую вам сосредоточиться с тем, чтобы вам увидеть славу Божью. Настало время ей проявиться. Я принимаю это. Настало время славы Божьей. Но когда она проявится, в этом не будет никакой вашей заслуги. Это произойдет не благодаря вам. Это дни, когда ваши дети вернутся домой. Настало время славы Божьей. И в этом нет никакой вашей заслуги. Ваша реакция будет такой. «Ух ты! Это мой Иисус!» Единственное, что вы будете делать, это станете пророком, как я. вы просто будете говорить людям, призывать их славить Бога, и при этом будут летать ангелы. Как-то раз я зашел в нашу кухню. Жены и дочери в это время там не было. И вот я спросил, «Что это за запах такой?» «Что-то на плите?» «Ну, вроде бы никто не готовит». Они смотрят на меня и говорят, «Может быть, это как-то связано со славой Божьей?» «Я ожидаю ее». Вот что Господь открыл мне. Я вижу его как первосвященника, который через свое служение дает мне благоволение. Он первосвященник исповедания нашего. Через свое служение Он даст вам все необходимое обеспечение. Иисус лично Он лично вам через свое служение даст благоволение. Он даст вам исцеление. Через свое служение Он даст вам мир. Через свое служение Он даст вам приятный сон. Я говорю вам, если вы примете то, кто вы есть, Иисус через свое служение даст вам все изобилие незаслуженной благодати. Аллилуйя! Первое. Как это все замечательно. Вам надо навсегда утвердить эту истину в своей жизни. Бог любит вас безусловной любовью. Утвердитесь в этом. Я очень любим Богом. Мне все равно, что я сделал, как себя вел. Бог любит меня. И я не могу сделать ничего, чтобы негативно повлияло на любовь Бога ко мне. Вам. Вам необходимо воспринять эту любовь. Вам необходимо воспринять, насколько велика и потрясающая эта любовь. Вам надо принять эту истину в себя. Бог любит меня. Он хочет избавить меня. Он хочет исцелить меня. Он хочет, чтобы я преуспевал. Он хочет, чтобы я был успешным. Никогда не думайте, Бог против меня или мне надо что-то сделать, чтобы Бог стал действовать. Бог хочет для вас всего благого больше, чем этого хотите вы сами. Вам необходимо принять эту нежную хасад, агапе. любовь Бога ищет меня. Раньше я думал, что это я ищу Божьей любви, но потом я понял, что это любовь Божья ищет меня, стремится ко мне. Это настойчивый, неуклонный поиск. Сегодня утром я проснулся и любовь Божья искала меня. Бог привлекал мое внимание. Чтобы дать мне свою благодать. Никогда снова не имейте такого взгляда на Бога. Он не хочет, чтобы это было у меня. Я этого не заслуживаю. Он накажет меня. Нет, Он любит вас. И это первое, в чем вы должны утвердиться. А я не знаю другого способа, как в этом утвердиться, кроме как взять Писание и найти там все места о любви Божьей ко мне. Проводите много времени не в тех местах Писания, где говорится о том, как мне любить Бога, но в тех, где сказано о том, как сильно Бог любит меня, как сильно Он обо мне заботится. Читать, читать эти места Писания о том, как сильно Бог любит меня, когда вы утвердитесь в этом, то вы каждый день, выходя из своего дома, будете говорить. Я абсолютно уверен, нет никакого сомнения в том, что Бог любит меня. А это полагает основания для проявления славы Божьей. Второе. Вы должны утвердиться в праведности. Да, конечно, вы должны верить в то, что вы праведны, но также вы должны и утвердиться в праведности. Утвердившись в праведности, вы становитесь тем, кто постоянно принимает ее. Вы утверждаетесь в праведности, которая по вере, а утвердиться значит постоянно воспроизводить. Одно дело, если вы напишете свое имя на песке, а другой на сыром бетоне, который потом высохнет. На песке вода смоет ваше имя, на бетоне, что бы ни было, ваше имя останется. Я должен быть утвержденным в праведности. А почему утвержденным в праведности? Какие бы к вам ни пришли ситуации, они не смогут вывести вас из вашего статуса праведности. Что бы ни произошло в жизни, ничто не выведет вас из вашего статуса праведности, потому что вы пошли дальше веры в то, что вы праведны. Вы теперь утверждены в праведности. Когда вы утверждены в праведности, вы постоянно осознаете, что вы праведны. Утвержден. Скажите, я утвержден в праведности. Смотрите, что вы делаете. Вы утверждены в том, что Бог любит вас. Утверждены в том, что вы праведны. Третье. вы должны. Вы понимаете, что я говорю? Вы хотите достичь позиции, когда придете к пониманию, что ни одно оружие, сделанное против вас, послушайте меня внимательно, никогда не будет успешно. Я не сказал, что оружие никогда не будет делаться. Делаться оно будет. но оно никогда не будет успешно. Но оно никогда не будет успешно. Поэтому будьте тверды. В какой-то момент поднимется волна, и в тот момент, когда она поднимется, враг будет говорить вам определенные вещи. Но никогда ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешно работать. работать. Таким должно быть ваше отношение. Перестаньте пытаться придумать план лучший, чем у Бога. Он знает, что делает. И наконец, еще одно. Вы должны всегда, каждый день, завершать свой день жизни в вере, хвалой и благодарением. Каждый день жизни в вере должен завершаться хвалой и благодарением. Спасибо, Боже, за этот день. Спасибо, Господь, за то, что произошло сегодня. Спасибо, Господь, за то, что Слово Твое истинно сегодня и всегда. Спасибо, Господь, за то, что моя правая рука исцелена и левая тоже. Начните благодарить Бога. Если у вас болит правая рука, благодарите Бога за то, что с левой все в порядке. И начав благодарить за то, что с левой рукой все в порядке, начните говорить, что и с правой тоже. Благодарите Бога, воздавайте Ему хвалу, это делает вашу веру завершенной. Благодарите Бога, воздавайте Ему хвалу, это делает вашу веру завершенной. Благодарите Бога, воздавайте Ему хвалу, это делает вашу веру завершенной. Каждый день будьте благодарными Богу, воздавайте Ему хвалу. Каждый день. Знаете, что это сделает? Займет место ропота и жалоб. А если вы уберете ропот и жалобы, то много чего начнет происходить. Если будем так делать, то мы увидим больше славы Божьей, чем когда-либо. Знаете, Бог хочет, чтобы люди видели Его славу. Ясно, что вашей заслуги тут нет. Когда люди увидят славу Божью, это станет для вас возможностью послужить им. Людям необходимо знать, что это послание о благодати, не просто богословие. Благодать — это Личность, Иисус. И Бог явит миру веру Иисуса Христа. Знаете, как Бог это сделает? Через вас и через меня. Вы готовы быть живыми письменами Евангелия благодати? Живыми письменами Евангелия благодати? Люди будут подходить к вам и спрашивать, как это получилось? А вы? По благодати. Как вы смогли такого достичь? Не я. Все благодаря Иисусу. Слава Богу! И вы воздадите Господу славу. Произошло изменение, дамы и господа. Кто-то спросит, откуда вы знаете? Ваше мышление. Вот где все начинается. Все начинается в вашем мышлении. И если вы успешно измените его, то увидите то, что завершил Иисус. Не так, что Он работает над этим, но Он это закончил. То, куда мы идем, об этом не все получили откровение. Я говорю о том, что вот к чему мы стремимся. К полному доверию Господу. К полному упованию на Него. Вы готовы? А теперь, еще одно наставление для вас, и мы закончим. Я вам говорю. Благоволение Божье в вашей жизни будет только умножаться. Начиная с сегодняшнего дня. Вы столкнетесь с благоволением, и когда вы столкнетесь с ним, вам необходимо признать, это благоволение Божье. И это... О, вот это благоволение Божье. Вы стоите в очереди в кассу в магазине, и такое происходит. Я купил продукты и стоял в очереди в кассу. Один парень расплачивался за покупку, потом, увидев меня, сказал кассирша, «Подождите минутку». Я думаю, что он делает? Он мне говорит, «Я хочу заплатить за вашу покупку». Я думаю, «Мне что, за продукты заплатить нечем?» Я чуть не упустил это. Но это же благоволение Божье. Я стал думать, заслужил ли я, чтобы он заплатил за мою покупку? Но это было благоволение Божье. Если с вами произойдет такое, обратитесь к кассирше и скажите, «Это благоволение Божье». Говорю вам, если вы нарезаете круги, не зная, где припарковаться, и вдруг кто-то освобождает место, скажите, «Это благоволение Божье». Аллилуйя. Вы обратились за работой, и вам сказали, «Да, мы решили взять вас». Не говорите тогда, «Все это потому, что у меня великий талант». «Правильно отвечать на вопросы». Или хорошая характеристика. Не делайте так. Это благоволение Божье. Для чего вы нам это говорите, пастор? Чем больше вы будете признавать благоволение Божье, тем больше вы будете его видеть. Видите, в чем смысл? Вы говорите, что благоволение Божье ценно. Вы признаете, это благоволение Божье. И Бог радуется. Есть люди, которые это знают. Чем больше вы видите, чем больше переживаете благоволение Божье, тем больше признавайте его, и оно будет умножаться в вашей жизни. И я говорю вам, придет время, когда у нас будут служения, наполненные людьми, которые в своей жизни переживают изобилие благоволения Божьего, и которые царствуют и правят в жизни, как цари.